Радіо Марія презентує программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава с капуцином». Слава Иисусу Христу! Здесь я, отец Пётр Куркевич, брат Пётр Куркевич, францисканец, капуцин. В нашій прекрасній передачі «Каві с капуцином». Привітую вас всіх, сушателі, і в Україні, і, дай Бог, також в інших країнах. Сам цю передачу зараз записьюю в прекрасній Хорватії, в Кроїції, де, маємо щастя, почати новий філях школи. Надіюся, скромний, але також, як кожен младенець маленький, але є вже новий філях, новий, новий сон, нова дочь нашої школи в Кроїції. Привітую вас всіх і приглашаю к розмішлению над Евангелием Матфея, котрим ми случайно зайнялися, нисколько передач тому назад. Я в последній передачі аналізував структуру Евангелия от Матфея і сказав, що Матфей показує в своїй Евангелії, вместе з Духом Святим, главним автором Евангелія і каждій біблійській книгі, всій Біблі, і Евангелість Матфея показує нам Ісуса як настоящого, трижди настоящого Давіда, який приходить нас освободити. Це в первій главі, в родоводі. Ісус показує його як, показує, куди нас хочуть освободити цей Христос, кем він є, кроме того, що він є настоящим Давідом, царем, преуспіваючим, єдинним в історії Ізраїла, преуспіваючим царем, що він приходить нас освободити і завести нас в райську життя, прекрасну життя, яка була в раю перед гріхом первородним, що Ісус є новим Адамом. І об цьому говориться в конеці 3-ї глави, де Ісус стоїть в райській воді. Він чистий, він безгрешний, і він слухає Отця, і він видіть небо відкритее над Ним, і Дух Сятой, який не ступає на Него в виде голубя, в виде всіх райських птиць, всіх, всіх, що в раю. Цей Дух не сходить на Адама. І потім видим, що цей Адам є введений Духом Святим в нашу долину сльоз, в нашу пустыню в четвертій главі. І він побіждає Сатану і повернується назад в рай, де обитає з ангілом. І я також сказав, що тут накладуються дві перспективи, райсько-адамова, з Моісєєвой, тому що Моісєй був на пустіні сорок років, і Моісєй був іскушаємий, і Моісєй не справився. Моісєй, тут заметно є, в відповіді Ісуса, який цитирує книгу Второзаконня, і ця книга намекає на верність Богу, помімо іскушений, верність ради прошлого, добродійств, добра добродіятельності Бога по відношенню к Моісєю і будущих обитувань, будучих благ, які Бог обіщає Моісєю. І Ісус є новим Моісєєм, який буде нас вести через новий закон, який буде продовженням і зміненням і завершенням старого закона. І відомію цю структуру Моісєєвою у Матвея в п'яти больших проповідях Ісуса, п'ярваї, нагорнаї, гдзі передаєю закон, новий закон, нових десь заповідей, як будь-та, начиная від восьмі блаженств, в гвівах з п'ятого по седьмого. Патом мисіонерська проповідь, в якій ободряє нас евангелізувати, не двигатися, не сидіти на місці, і то сразу двигатися, сразу уверовав, сразу приступив к новому закону, як будь-то в цьому действі мисіонерському, апостолському, евангелізованному чоловік упражняється к новому закону, упражняється к приобретенню нових качеств, нових добродетелей. Десятая глава, це вторая больша проповідь, третья проповідь, це тринадцятая глава, в якій Ісус показує, наш Довий Моисей показує динамику, философію, траєкторію політа к нам і в нас і з нами действуючий, освіщаючий нас благодати, яка нынє є і золотим грядущим царством небесним. Це тринадцятая глава. В четвертая больша проповідь в нашому п'ятій книжі, це восемнадцятая глава, в якій я б хотів додавити також дев'ятнадцятую главу, але це прежде всього восемнадцятая глава, в якій Ісус показує апщину, церкав, як щото обязатльне в житті христианину, в чому він должен приупражняться в пращенню і в других качіствах связанных з любов'ю нас. для кожного з нас є день смерти, а для нього буде день второго пришествия Господа в кінці цього віка і царство небесне, есхатологіччя проповідь последня, і структура цієї евангелії держиться, мені кажуть, на цих п'яти проповідях Ісуса, значить, Ісус є новим Давидом, котрий освобождає нас і веде в новий рай, як новий Адам, путем нового Моисея, нового Пятого Книжня, нового Закона. Аминь. І я немножко прикоснувся к первой і второй проповіді, немножко, потому, що множко, извините, множко, чуть більше, буду це делать, коли вже пойдем поочередно по стихах Евангелия Матфея, надіюся, якщо Бог разрешит, і отец, директор Ради Марія разрешат, Бог і Отец Самсонов, якщо разрешат, тоді, 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 вхідь, вглубіну, чіт-чуть, цього текста, але зараз поверхностно, передавая главний, структуральний смысл, тому, що, і структура Евангелія, вдохновлення Духом Святым, вона має значення. Вот приступаю сейчас к третьій главі проповіді нашого Моисея, тобі, проповідь, якщо в п'ятій книжі, то можна сказати, що вона є центральна, в якому-то смыслі, в середині, в самій глубині, це також інтересно, правда? Єв проповідь, яка починає, тобі, проповідь нагорна, вона передає мораль, вона передає новий закон. Вот з цього начинається, це найглавне, це начало. Європовідь, вона все це веде, це ітоги, це цель, це є горизонт, це є закінчення, це є смысл всього цього, правда? Це найглавне. Але є також третє, третє, центральна, в середині. Це також найглавне, тому що вона в центрі. І, вона в найглубіні цього нового п'ятого книжа. І о чому вона говорить? Вона говорить о благодати. Т.е. благодать є цього, що допомагає нам почати і почати і почати допомагати закон, Матвій 5-7, п'ятого. п'ятого книжа. стануть вашими братьями. п'ятого. п'ятого. коли вони стали вашими братьями і вошли в общину церкви. І вони знаходяться в семьі дітей Божих. Научитися делать заміцання, научитися прежде всього извиняться, прощання і прощати. Научитися всему цьому, що касається відношення з ближніми. Так що любов ближнєго і в 10-й, і в 18-й, ну і можна сказати так, що ця любов ближнєго переходит в 19-й главі в любов, мені кажучи, вже самого Господа як ближнєго. Це якби реверс цього аверса, в якому є любов ближнєго, реверсом і совершенням і допоміненням є любов к Господу. Ну а об этом ще будемо говорити. Значить, посматріте, яка інтересна структура перед нашими глазами зараз відкривається. Все починається від нового закона. Входимо в глубину цього нового закона, коли починаємо любити братиів, і то братиів, які найбільше бідні, то є неверуючих братиів, грішущих братиів, братиів погружених в гріхах, які окунаються меричній, такий никакой, такий незаметний, такий неощутимий, такий бідний, такий, легкий туман, як роса. Не треба пренебрегати, она є гигантською, сильніє всяких імперій і армій, і всякої озлобленності сатанинської енергетикі, динамикі. вона є Богом на земле, вона є Богом в нас. Це Дух, це Дух Святой, нежний, з легким паром, як пар водний, але, тем не мене, це Бог. Всі ці благодати все можемо створити, і тому переходим опять от этой благодати к любви ближнєго, уже ближнєго. В нашій общині це глава 18 от любви ближнєго к любви Бога глава 19, которая приглашає к героїзму так насчет братья, безбратья, брака і безбратчя, як і насчет посушання і насчет бідності. Будь оторванним від інругого людська, від своєї волі, від самого себе, і від від імущества, від вещів цього мира. І переходим ісля всі ці етапи, то є нову мораль, любов чужих, динамику благодати, освіщаючій, ведuщій nas и просвещающий нас этап любви братской и любви Бога пройдем, мы входим в эсхатон, входим в суд Божий, входим в вечность. Вот такая как бы динамика Евангелия от Матвея, такая структура, вдохновленная структура Евангелия от Матвея. Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича Кава с капуцином Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії Кава с капуцином Сейчас давайте займемся главой 13 третьей проповедью Иисуса Христа, центральной, которая, по-моему, касается хотя в притчах касается феномена феномена благодати т.е. действующего среди нас Бога, Духа Святого грядущего, будучего в нас и среди нас, и над нами, и позади нас, и перед нами, ведущий нас, просвещающий нас, освещающий нас, ободряющий к действиям, и проносящий надожидаемый плод, надожидаемые плоды благодати. Она в 13 главе начинает Иисус от притчи про сиятела, который сиет, надеемся, пшеничное зерно и он сиет это зерно он сиет это зерно в сердцах человеческих как говорит Иисус в 19 стихе сиятелем, конечно, есть сиятелем есть, конечно, Христос пшеничным зерном из благодати то есть Дух Святой птицы которые крадут, воруют это зерно уничтожают это злые духи то есть дьявол и все зависит от почвы от земли цель этой притчи, мне кажется есть такая, чтобы каждый из нас задумался какой какой почвой какой землей для действий Иисуса для действий Бога для Духа Святого есть его сердце если это сердце совсем неверующее то оно совсем некомпатибильное оно совсем неадекватное для Духа Святого для благодати для логики Бога и будущей жизни для логики любви оно совсем неадекватное и не подходит для нежности для добродетелей которые это зерно будет предлагать оно оно совсем не подходит для логики и для философии Бога оно не понимает такое сердце Бога то что для Бога есть сильным для этого земного неверующего человека есть слабым он пренебрегает этим он вообще не понимает зачем молиться зачем ходить в костел в церковь зачем поститься зачем не воровать зачем не обманывать зачем не уже свидетельствовать зачем вообще терять время на такие вещи на Бога он ничего не понимает ну и потом почва каменная это как человек который с радостью принимает но он характер у него никакой почва должна быть такой которая помогает этому зерну выпустить корни а это зерно не может выпустить корни нету в чем нету в чем чтобы чтобы Дух Святой мог укоренить добродетели Божьи в нас то эти добродетели Божьи то есть динамика этого зерна добродетели святость Божья должна найти какой-то адекват со стороны нашего сердца и этим адекватом есть наши добродетели прочность нашей воли ясность нашего ума благородность нашей души долготерпеливость кротость какая-то природная такая уже воспитание с детства человек должен какое-то сосредоточение какая-то храбрость отвага какая-то верность если всего нету всего этого нету то когда придет то этот человек с одной стороны он верующий видим что он не как дорога только или край дороги только обочина только он как верующий но без характер без характерный верующий верующий поэтому он с радостью принимает чуть-чуть этой земли на скале помогает сразу этому зерну быстро расти вверх но он не может запустить корня потому что нету характера и и как говорит августин такой человек умеет делать добро но не умеет терпеть зла придет искушение придет какое-то давление какое-то преследование гонение этот человек откажется быстро он не умеет не умеет не умеет потерпеть потерпеть удара он умеет делать добро но не умеет выносить как-то перенести зла и потом третья почва это есть среди терней других растений то есть это есть заботы и радости и похоти то есть всякие страхи всякие гневы всякие печали земные человеческие и также похоти также радости земные по ресторанам по ресторанам сексуальные алкогольные общественные радости и это этот человек как будто принимает но он принимает это слово как одно из слов и у него другие слова даже сильнее выросли поэтому это это слово это благодать тихое слово бога не может правиться правда ну и и поэтому остается без в колосе нету зерен не принесет плодов это зерно оно оно как-то вырастет но оно не будет приносить плодов похоть не даст и заботы не дадут и радость земная не даст и печаль земная и страх земной не даст ну и наконец есть хорошая почва которую рекомендирует Иисус 1 на 4 1 из 4 этих зерен упал на хорошую украинскую черноземную степовую почву и приносит плод кто 100 кратный кто 60 кратный кто 30 кратный плод поэтому Иисус ободряет нас позаботьтесь пожалуйста позаботьтесь чтобы ваша почва стала такой причем помним что здесь сурралистически одна может со временем перейти в другую и прогрессируя и регрессируя то есть мы можем быть сначала плохой почвой для благодати а потом стать хорошей или наоборот может быть хорошей а потом стать чуть более плохой или совсем ухудшиться потом наступает вторая притча это притча про кукель мне кажется что в этой притчи Иисус хочет объяснить две вещи первая вещь это что объяснить что есть добро и зло в мире есть благодать и антиблагодать есть золотая белая благодать доброе зерно и есть есть пшеничное зерно и есть кукель ну и что то что доброе в мире идет от от Бога а то что плохое от сатаны добрый человек Божий человек плохой человек сатанинский человек даже если есть неверующий не верует ни в Бога ни осознает сатаны но он есть от сатаны кто делает добро есть от Бога кто делает зло есть от черта и вторая вещь что не 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 сыны человеческие не сыновья человеческие но ангелы Божие должны делать суд Бог и ангелы и в конце мира так что не надо пытаться уже сделать рай на земле сделать рай в общине конечно есть такое зло которое надо будет истребить в общине зло которое есть как пожар как волк в стадии овец как лисица в курятнике тогда надо бить волка бить лисицу и тушить пожар но есть другое зло которое в принципе не аж так сильно действует на других людей не так сильно убивает но оно есть это есть люди некачественные это есть люди нелюбящие это есть люди люди в недостатках характера это есть люди в грехах в грехах в компромисах со злом люди которые не горят любовью бога и ближнего люди которые горят самолюбием люди которые крутятся вокруг самих себя люди которые делают тихое зло не надо пытаться делать суда потому что у нас нету такого познания нету такой тщательности в этой хирургической операции которые требуют отделения кукол от пшеницы поэтому оставим этих людей в одном сонме в одной общине не будем делать чрезмерного суда не будем чрезмерно вставать в позиции Бога в пози Бога судей подождем подождем его богатати позаботимся чтобы быть пшеницей разрешим не будем гневаться не будем не будем шокированы не будем удивляться также из-за таких людей будем терпеть их будем долго терпеть этих людей кстати делая это сами стаем более пшеницей а они стают более куколом объяснение это Иисус объясняет эту притчу так что это важное объяснение как будто повторение уже не как притчу только как конкретное учение означает мне кажется акцент учеников через вопрос Иисуса через ответ поставленный на на в конце заключению этой притчи так что это одна из двух притчей здесь которые получают свое дополнительное объяснение и Иисус и насчет еще этого что что все будут все будет названо по имени что по имени что все будет судимое в конце мира Иисус повторяет это в притче про сеть и про рыбы которые потом которые оценивают потом ангелы и разделяют хорошие рыбы от злых рыб это стиха 47 хорошо в середине этой притчи про пшеницу и кукель то есть между притчей и ее объяснением Матвеи с Духом Святым ставят притчу про горчичное зерно и про заквас заквас эти две притчи показывают мне кажется обозревают нас чтобы мы высоко оценивали благодать Божию хотя она в наших глазах в глазах мира мир вообще ее не замечает а мы замечаем но она кажется такой никакой но она имеет в себе очень большую гигантскую силу силу Бога Творца силу Бога который творит все и она вырастет в самое большое и великое дерево которое станет домом для птиц небесных и расположенным деревом для гнезд этих птиц и она станет как квас как заквас который сможет дать рост тесту и заквасить все закваска заквасить все все тесто то есть оно распространится оно имеет силу изменить действительность преобразить и даже обожествовать действительность Радио Мария презентует программа отца Петра Куркевича кава с капуцином година диления досвидом виры и с основником школы христианского життя и евангелизации Святое Марии кава с капуцином в этом моменте слой асфальта я плакал потому что на большой площади положили этот асфальт и эта трава которая такая была восхищающая меня она исчезла под этим асфальтом но прошли года падали степовые ветры лопать через эти щели в этих язвах начала появляться эта трава зеленая через несколько лет этой травы уже было много асфальта было мало через еще несколько лет асфальта еле-еле можно было найти а сейчас вообще его нету эта трава оказалась сильнее этого черного асфальта такая гибкая такая нежная такая никакая трава оказалась сильнее толстого слоя черного асфальта вот для меня метафора символ икона благодати она действует медленно она в данный момент она слабая как будто грех сатана империи человеческие сильнее сильнее этой благодати но давайте подождем подождем придут дожди польются потоки подуют ветры земля пащу свою откроет и проглотит то что осталось этого асфальта ветер раздует понесет этот асфальт вода унесет этот асфальт и земля проглотит этот асфальт и останется трава и все будет в пользу этой травы и этот ветер в пользу травы потому что благодать это не только трава благодать и этот ветер этот ураган благодать это также эти дожди благодать это также эти морозы после дождей этот лед благодать это также Это также эта река, благодать, это также эта земля, которая открывает свою челюсть, открывает свою преисподнюю и проглатывает, втягивает в себя всякое зло. Но этим, что видим всегда, это трава, но это кусочек, это кусочек благодати, благодать, этот ураган, это земля, это дождь, дождь — это река. А обыкновенным репрезентантом, как бы, проявлением этой благодати, это травичка, трава. Мелкая, слабая, никакая, легко ее уничтожить, кажется. Хорошо, идем дальше. Ну и что мы здесь видим? Дальше видим 44 стиха про сокровище и ремчужину. Две притчи, братни, близницы, как и раньше про горчичное зерно и закваску, так и сейчас две сестры, близнячки, близницы. Ну и мне кажется, что в этом есть простой смысл. То есть благодать дороже и ценнее всего. Поэтому заботитесь, чтобы приобрести ее любой ценой, продав даже все, покупая все. Сначала надо найти ее, потом спрятать ее, потом продать, потом идти, потом продать, потом купить. Вот сколько есть в приобретении этих этапов. Правда, мы об этом еще будем говорить. И так же, что продать надо все, даже самые ценные вещи, как 10 жемчужин. Все жемчужины надо продать, чтобы купить эту самую дорогоценную. Иисус, когда заканчивает эти притчи, идет в Назарет, и здесь не принимают его, потому что знают его. Почему, мне кажется, этот образ в конце этой большой проповеди, третьей, центральной, самой глубокой, можно сказать, самой спрятанной действительности благодати Божьей? Мне кажется, это так, что здесь такое замечание, такой упрек, или такое предупреждение. Предупреждение, если не ошибаюсь, в смысле этого слова. Предупреждение Иисуса. Намелк, упрек. Вы, которые прекрасно начинали, сейчас вы все знаете, да? Вы все стали богатыми, жирными, устабилизироваными в христианстве, да? Лучше бы вам вернуться к первой вашей любви, к первой, к страху Божьему. К страху Божьему. И дооценивать, и искать, и охотиться на эту благодать мою. Бояться ее потерять, искать ее, и радоваться ней, и опираться на ней, и восхищаться ней. Поэтому не говорите друг другу и самым себе. Не обманывайте самым себя. Мы все знаем. Мы знаем. Мы привыкли уже. Это для нас уже... Это нас не занимает уже. Нет. Будьте всегда свежими. Будьте всегда малыми. Будьте всегда как будто не знающими меня. И понимаете, что моя благодать всегда новая. Она старая. Она новая. И вот именно насчет этого она новая, то... Настоящий мудрый человек, это как человек, который... Стихи с 51... С 52... Который умеет вынимать из сундука, из своего сокровища, вещи новые и старые. И новые и ветхие. Вет... 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 Нова... Эт... Веттера. Веттера. По латине. Значит, помните, что моя благодать, которая спрятана в сундуке, она всегда старая. И она всегда новая. Так, сейчас предлагаю вам перейти к четвертой большой проповеди Иисуса, глава 18 от Матвея Евангелия. Как я уже говорил, переходим от благодати, которая действует в наших сердцах, к общине, которая нас окружает, в которой находимся. Уже сама тема этой благодати, что все здесь все требования Иисуса касаются в принципе ближнего, показывают, что не может быть так, что Христос да, семья нет, Христос да, община нет, Христос да, церковь нет. Я услышал недавно о человеке, который был великим христианином в коммунистические времена, был даже преследованный, был в психушке советской, как казненный, как заключенный, был в тюрьмах, много страдал Христа ради и много он людей привел ко Христу, хотя сам, как протестант, не был католиком, но он создал экуменическое движение, еще, насколько знаю, в 50-х, в 80-х годах, и это его движение экуменическое принесло прекрасные плоды. Но этот человек сейчас, правда, живет в больших, насколько мне говорили, добродетелях, живет в такой святости, в такой, такой же бедности евангельской, в таком минимализме и максимализме градующего века, но имеет все это одно но этот человек не связан ни с одной церковью. Ну да, я согласен, может, может, я Бога не знаю, я никогда не страдал Христа ради, так как он, я маложен его. Я не хотел бы быть как четвертый из друзей Йова, который приходит и читает Йову, который страдал проповеди, но возможно Бог ведет таким путем, но насколько я знаю Бога, то нет. Человек, который не хочет прилепиться к какой-нибудь деноминации церкви, который, даже если он говорит, что хочет быть знаменем для церкви, что должна соединиться, что хочет быть знаменем для церкви, что важнее, нежели юриспруденция, нежели дисциплина церковная и принадлежность к церкви есть вертикализм, есть быть Богом, даже если хочет быть пророком, боюсь, что это ложь, что это обман, что его искушает сатана, что он таким способом, я бы видел здесь даже спрятанную духовную гордость, очень высублимованную гордость, быть над церквями, быть над апсинами, над denominацией, над конфесками церковными, не подчиняться никому, быть единственным, быть одиноким, быть над, быть первым, я бы посчитал, что это нескромность и что это гордость, конечно, принимаю, возможно, я ошибаюсь, возможно, но мне кажется, что я не ошибаюсь, что этот человек ошибается, если кто-то догадывается, о ком я говорю, и хотел бы, и согласен со мной, то я бы хотел, чтобы вы подошли к этому человеку, во-первых, поклонились от меня, наверное, я не достойный его, но поклонились, потому что он мученик, а не я, но сказали ему, что очень часто было так в церкви, что мученики из времен гонения были в церкви в час мира, в мирное время, были для церкви обузой, были для церкви проблемой, были этими, которые возгорделись, которые не хотели слушаться церкви, которые были готовы пойти против течения, против церкви, и мне кажется, что он сейчас нашелся вот именно в таком климате, так что поклон ему за прошлое и с очень большим извинением, легкий, с улыбкой, упрек насчет нынешнего при исповедании его святости в других добродетелях от меня. Пожалуйста, передайте этому господину от никакого брата Петра этот нежный упрек. во благо Бога и во благо его души. И вот именно в этой главе находим то, о чем я говорю, видим, что Иисус хочет, чтобы никто не ставил себя превыше других. Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича Кава с капуцином Година ділення досвідом віри із засновником школы християнського життя и евангелізації Святої Марії Кава с капуцином Так, Иисус здесь говорит в начале 18-й главы будьте примером. Так в кротости то есть занимайте последнее место как и в любви принимайте людей принимайте детей принимайте самых слабых как будто меня принимали ради меня и как меня то есть будьте примером в любви в кротости извиняюсь в скромности занимайте последнее место и в любви в восприятии и в принимании других людей в помощи другим людям кротость и любовь. Будьте примером для общины в семье, в общине, в церкви, в обществе. Вторая вещь из шестого стиха. Не ведите людей в соблазн. Оберегайтесь всякого соблазна. Не будьте соблазном. То есть не только будьте примером, но помните, чтобы не быть соблазном, потому что человек иногда умеет быть примером, а потом умеет быть соблазном. Оберегайтесь очень. Лучше вам потерять ногу, руку, око, нежели стать соблазном. Лучше вам возненавидеть себя, лучше вам истребить как-то себя, сделать себя инвалидом, нежели ущемлить себя, как-то уничтожить себя, как-то воевать самым собой, как-то резать самого себя. То есть со всех сил. Лучше бы вам было даже умереть, нежели быть соблазном. Так что будьте готовы положить жизнь, даже утопиться, утонуть, и чтобы не быть соблазном. Со всех сил не быть соблазном. Ни в чем. Следующая, то есть это вторая вещь. Третья вещь. В общине ищите пропавших, ищите заблудших братьев и сестер. Ищите их. Звоните, стучите, просите их, разговаривайте, выходите в контакт с ними. То есть ищите этих людей. Но не слишком. Не так, как секты это делают, что уже это приводит к аллергическим реакциям. Но, тем не менее, ищите. Следующая вещь. Умейте искать также через упрек. Упрекайте людей. Если ты видишь зло, которое приносит смерть, нет не любое зло, только такое зло, которое уже несет соблазн. Если ты видишь, что кто-то несет соблазн, или что этот грех приводит его к смерти, потому что не все грехи приводят, не каждое зло приводит смерть на человека, или не через каждое зло он несет смерть другим. Но, если видишь, что есть зло, которое ему приносит смерть, он на тропе, он на широкой улице, ведущей в ад, в преисподнюю, или других, соблазняет и также на этот путь приводит, то иди поговори с ним, и потом возьми одного или двух свидетелей, а потом донеси в гости, не помогать, никаких никаких соприкосновений в социуме. Потом, следующее, это уже будет раз, два, три, четыре, пятая вещь в общении, умение прощать. И то умение не только прощать, но потом впреди про должников, Иисус говорит, умение также принимать прощение. Там оно чуть завуалированное, как будто главгерой принимает прощение как будто от Бога, но это умение принимать прощение от этих, против которых мы согрешили, которые, как жертвы наши, находятся в моральном и в духовном плане над нами. Они богатые, потому что они жертвы наши, они богаче нас, потому что они остались благородными, а мы испортились. Мы в гнильных процессах, они в чистоте, поэтому они богатые, а мы должники. И уметь просить прощения, и уметь принимать прощение, и радоваться, и веровать в это прощение, а потом зная, имея эту радость, радость от Бога, которого мы просили прощения, он простил, и мы приняли, и уверовали, и радость быть прощенными от людей, осознавая, что это наши жертвы были, эта жертва нам простила, и освободила нас из этой тюрьмы, в которой она нас держала, и мы сами себя держали в этой тюрьме, и бичевали самих себя, и этот человек нас освободил, этот Бог нас освободил, имея эту радость, с этой радостью, с этого утешения, нести это утешение также другим, и с легкостью, с радостью прощать, и то прощать не раз, только 77 крат в день, то есть полнота полноты, 7 это полнота, это совершенство, совершенно прощать, это более, ну, вполне совершенно прощать, ну и, извиняюсь, на этом в принципе заключается эта четвертая проповедь, которая касается общины, но я бы хотел добавить, ибо я монах, эту монашескую проповедь, может, не проповедь, но в какой-то степени проповедь Иисуса с 19 главы и показать ее как реверс этой 18 главы, это есть уже любовь не человека, только любовь Бога, то есть сначала любовь к братю в общине, а потом любовь к Богу, через что? Через безбраке, стихи, сначала через верность, через верность жене своей, верность мужу своему, супругу своему, а потом готовность для некоторых войти в безбраке, то есть некоторые должны быть верными в супруге, до конца жизни, а не так с поплату, как Моисей, допуская развод, а другие должны войти в безбраке, тяжело быть верным до смерти супругу, и тяжело быть в безбраке, но с помощью Бога, с помощью этой благодати с 13 главы, она имеет dynamику, которая поможет нам быть верными в браке, и другим входить в безбраке. Я здесь, когда придет время на эту 19 главу, я скажу, почему латынская церковь, которая вошла в безбраке, в этом аспекте превыше восточной византийской церкви, которая допустила брак для священников и диаконов. Но об этом я уже говорил в передаче украинской, на украинском языке в среду, неделю, полтора недели тому назад, а сейчас я об этом не буду говорить, но мы к этому дойдем. Хорошо, потом если говорится про послушание, то есть отойти от своей воли, то есть в образе, в иконе, оно очень завуалировано, мне кажется, в иконе этих детей, которых Иисус благословит и хочет видеть этих детей, хочет, чтобы их допускали к Нему, потому что к Ним принадлежит Небесное Царство. Почему? Потому что они зависимы от апостолов, они зависимы от Иисуса, они зависимы от родителей, они вообще от всех зависимы, они послушные. В этом я вижу спрятанное прекрасно в этой метафоре, в этом образе, в этом событии спрятанное похвалу, одобрение и похвалу Иисуса данное обету послушания, которое человека освобождает и изолирует от него самого, от его гордости, от его спонтанности, от его хаоса, от него самого, от его воли. И потом начинаем с события, со встречи с богатым юношой, предложение бедности, евангельской бедности с награждением в виде сокровища на небе и в виде двенадцати престолов на небесах для апостолов, которые вошли в эту бедность. Поэтому эта девятнадцатая глава показывает совершенство быть в общине через верность и через безбрачие, через послушание и через освобождение от привязанности к земным вещам, земным благам, богатствам. И показывает не только, что это такой человек, который входит в девятнадцатую главу, он стает настоящим примером, святом в этой апостоле, он стает святым в этой апостоле, он стает совершенным в этой апостоле, как Иисус сталкивает богатому юношу, он начинает любить Бога, потому что ради Бога, он верный супругу своему, он ради Бога входит в безбрачие, в целебат, он ради Бога освобождается от своей воли и входит в послушание, он ради Бога входит в бедность, в освобождение от, встает с легким паром, уходит, поднимается в воздухе над землей, уже не прикасается земного пыла. И наконец переходим к главам эсхатологическим, главам 24-25, 24-25, где здесь много фонов. Первый фон уничтожение храма и начало ганений, преследований и уничтожение Иерусалима. То, что произойдет в годах 67-70, уничтожение, то есть война с римлянами и уничтожение храма и Иерусалима и многих евреев, это первый фон, но в этом фоне есть вторая перспектива, второе дно, второй фон, конец мира, то есть уничтожение Иерусалима и храма стает метафорой, стает иконой уничтожения мира и уничтожения и преследования религии. Храм это религия, Иерусалим это мир. И вот не останется камень на камне с этого мира и с этой религии, то есть будет большое гонение. На этом фоне первым и вторым, между первым и вторым и в первом и втором фоне, то есть конец Иерусалима, конец мира, есть приход Иисуса. Этих приходов есть много, потому что в каждом катаклизме есть приход Иисуса. Вот почему Иоанн умрет, не умрет, пока Иисус не придет. Иисус пришел в 70-м году и Иоанн дождался этого, потому что Иоанн умирает около 95-го года, то есть 25 лет спустя. То есть Иоанн апостол прожил, дожил до прихода Иисуса, но это не был окончательный приход, только это был большой приход через катаклизм, через практически уничтожение Ветхого Завета, Ветхого Союза, уничтожение юдаизма, в принципе. Нету храма, нету религии, нету Иерусалима, нету нации. И до сих пор нету храма. Есть стена плача, которая вообще не имеет ничего общего с храмом. Ну и потом Иисус говорит, что Его пришествие это окончательное будет настолько очевидным, что не нужно будет объяснять, что это Он. Это будет для всех понятно. Потом Он говорит, что не надо поддаваться людям, которые говорят, что уже приходит. Не надо слушать людей, не надо поддаваться, но надо быть готовым. И начиная про дерево, с которого видно, что уже выпускают листья, и умеем определить, что приближается какое-то время с деревьев, с природы, с растений, Иисус говорит, но будете распознавать это. это. Но самое время есть неизвестное даже для ангелов, даже для сына человеческого, даже для церкви. Никто не знает, только отец. И будут пришествия через катаклизмы, но это еще не конец, а будет такое пришествие, которое будет окончательное. Но есть необходимость бодрствования, и тут Иисус рассказывает потом уже в притчах про слугу верного и неверного, про девушек разумных и дурных, про необходимость быть верным в работе, работать, работать, работать. Вот это есть как ожидать катаклизма, как ожидать смерти, как ожидать суда над собой, как ожидать последнего своего или мирового дня, быть верным в работе. Потом 25 глава быть верным в ожидании, как мудрые девственницы. Как ожидать быть верным в использовать все таланты, все дары, все вдохновления, все требования Бога. И наконец, как готовиться? Любить, любить и быть милосердным, и помогать людям. Любовь должна быть активной, любовь не может бездельничать. Суд последний это покажет. Только люди, которые любили, не люди, которые веровали только, то есть принимали до ведома, что есть Бог, что Он добрый, но люди, которые любили, которые жили любовью, помогали другим людям, которые действовали, которые были активными во благо других людей, только они получат спасение. Это конец пятой книжи Моисея, нового Моисея, нового пятой книжи, пятой книжи Иисуса Христа, нового закона, который пускай несет нас в рай силой нашего царя Давида, Иисуса Христа. Спасибо вам большое за внимание. Приглашаю вас на фаер, конференцию харитматическую, съезд нашей школы, съезд общин, оксу, объединение католических спельнот, общин, который будет 15 октября в Хмельницком суббота с утра до вечера до встречи там всех, всех приглашаю. Это был брат Петр, это было кофе с капуцином, дай Боже, чтобы это для нас всех было кофе с самым Богом, Иисусом Христом. Спасибо вам с Богом. Христом 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 Христ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok